Какой стоп-кадр, ребята, да? Германия открыла ротик. Как, нравится? Скриньте быстрее, скриньте. Und was kannst du einem Mann schenken, wenn er Geburtstag hat? Kannst du? Yes, I do. Was kann ich ihm schenken? Gute Frage. Ich bin sein bestes Geschenk. Ich bin einfach das beste, was ihm in seinem Leben passiert ist. Aber das reicht natürlich nicht aus, da er Geburtstag hat. So sollte das Geschenk etwas Besonderes sein. Ich habe eine Idee. Ich kann ihm eine Glückwunschkarte machen. Glück? Chaечka, без Glück. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Zum Geburtstag viel Glück. Wie süß. Und kann ich ihm noch einen Ballon schenken? Nur eine, weil mehr als eine teuer ist, entschuldigung, bin ich kein Millionär. So, guck mal. Ich eine Glückwunschkarte und einen Ballon. So. Wie perfekt. So, er soll sehr, sehr glücklich sein. So, er solltet ihr, was du machen willst? Ich will nicht. Oh, ich kann nicht. Ah, ich will. Ich weiß, dass wir uns nicht mehr kamrad in Deutschland sind. Ich weiß, dass wir uns nicht mehr kamrad in Deutschland sind. Leute, die Leute wissen, was sie haben, was sie haben. Was sie haben, was sie haben. Ich bin nicht Bum-Bum. как бы, в немецком, английский еще более-менее, как бы, немецкий нет, рассказывайте в комментариях, так, дальше, ребята, по поводу Германии самой, как бы, ее контактов, ее этого, ссылочки на нее, ребят, мне уже подзадолбали уже писать мне в личку, типа, Саныч, дай на нее ссылку, дай контакт, ребят, если честно, она человек 20 уже написала, ребят, я случайным людям не даю никому ссылки на тех, кого я обзорю, почему это так происходит, ребят, потому что иногда, когда там я доброй души раздавал, эти ссылки, как бы, да, там, бывало, даже под видео оставлял, вот, писали гадости от моего имени, а, привет, такая-сякая, там, в три короба и нагнул, типа, а, там, Саныч, тебя заобзорил, слышь, ты такая, короче, такое, ну, зачем это надо, то есть, это подставляют меня, подставляют канал, для чего, зачем это делать, поэтому, ребята, если хотите ссылочку получить на Германию, на ее, там, скажите, там, ТикТок, там, и так далее, и соцсети, и контакты, как бы, либо на какую-то другую чаечку, подписывайтесь на закрытый телеграм-канал, канал, потому что случайные люди туда не подписываются, там, только комрады, такие самые близкие, ну, которые можно доверять, и тогда получите ссылочку, я понимаю, там, может быть, хотите, что-то ей предложить, там, пообщаться, познакомиться, это ваши проблемы, вообще без проблем, но, тем не менее, случайные люди, которые неадекваты, они пишут от моего имени, там, гадости, ребят, я, мне бабы в личку писали, типа, я понимаю, там, ты обзоришь канал, зачем мне твои подписчики пишут с гадости, но это реально, это правда, как бы, поэтому, ребят, ссылочка на мой телеграм-канал закрытый в описании, закрепленном комментарии, подписывайтесь, и потом пишите мне в личку, Саныч, дай, там, ссылку на Германию, там, или на кого-то еще, вот, по-другому никак, ребят, даже не пишите. Идеально женщины для своего мужчины, многие считают, что нужно делать, готовить, убирать, быт, короче, все идеально, чисто, вылезанная квартира, и они потом пишут, что происходит, я все это делаю, но мужчина ко мне относится холодно, не обращает на меня внимания, не дарит подарки, и так далее, и вот ваша ошибка, девочки, когда вы становитесь домохозяйкой, вот такой, которая все вылезает, готовит, убирает пятое, третье, десятое, вы становитесь нежеланная женщина, вы становитесь удобной женщиной, то есть вы выполняете работу, делая его жизнь легче, ему не надо готовить, убирать и так далее, стирать самому себя, вы становитесь удобной, когда Вы становитесь удобной, вы там все делаете, все вылизываете, чайка, я тебе так скажу, если чайка плохо чувствует себя в отношениях, то бишь, там, что-то не хватает, там, внимания, Значит, она не все вылизывает. Ну, она говорит, типа, там, все вылизывает. Если мужчина недоволен, значит, вылизано не все. Делай выводы, чаечки. Вот так вот. Когда вы переводите фокус на себя, естественно, не забывая там про быт, да, если вы не работаете, то вы становитесь... Навеяло сейчас, ребята, из красной плесени. Поцелуй меня в самое дрыстало. Вот тогда поверю я, что любовь настала. Ребят, не мои слова, классика. Желанной женщиной, когда вы на себе держите это внимание, когда у вас есть социальная проявленность, когда у вас есть работа любимая, в которой вы получаете деньги и удовольствие. И деньги, не копейки, девочки, потому что копейки, ну, это ничего. Это я вам честно скажу. Если вы получаете какие-то копейки, вы не в состоянии себя обеспечить. Мужчина всегда об этом знает. Зная это, ваша значимость становится ниже. В любом случае. Копейки не проканают девочки. Только мульоны. Только мульоны. Даже если сейчас она высокая, но вы не планируете в будущем работать, вы потом вспомните мои слова, потому что ваша значимость потом все равно упадет. Поэтому если вы хотите быть значимым, один пункт, который... Когда ногтями так по столу стучит, так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Выжимать ресурсы, как бы, и что не работать. А какой другой вариант? Вот она говорит, типа, в будущем планирую не работать. А как она может не работать? Она какие-то пассивы себе создаёт, типа, там, бизнесы там и так далее. Ребят, серьёзно, что ли, да? Серьёзно, ага. 99% чайчик занимаются оленем бизнесом, ребята. Оленеводством попросту и всё. Самый прибыльный, без вложений, самый удобный. Ещё и ЧСВ себе поднимают. Ну, это же просто прекрасный для чайчик, естественно. Зачем там идти где-то горбать, это там какие-то миллионы зарабатывать, вкладывать, создавать пассивный доход, там, покупать квартиры. Значит, вот они вон, ходят вот эти рогатые, как бы, да, товарищи. Ещё и бодатта полезет за него, как бы, да, там, моя писечка, не дай бог, там, да, там, глаз на неё положишь, там, ты чё, всё, забодаю, забодаю, забодаю. Кошмар. Ребята, по поводу вот этого всего, якобы, что там эта чаечка удобная, там, и так далее, да, слушайте, если есть какие-то проблемы в быту, то это всё от недостачи, недостачи, либо некачественного секса. Да, ребята, я, в принципе, прагматист в этом плане, то, что я считаю, что если есть нормальный хороший секс, сгладятся все углы. Точнее, покуда есть хороший, прекрасный, жаркий секс в паре, сгладится всё. И там какая-то уборка, там, и какая-то готовка, там, и денег он мало заработал. Да, это может быть какие-то мелкие ссоры с клоки, там, но это всё будет не, так скажем, не грандиозно. Как только страсть угасает, начинают влазить эти проблемы. А-а-а, тарелки не помыла, а-а-а, а ты сегодня не, там, точнее, там, ты не сто тысяч, а девяносто заработал, всё ты, там, не настоящий мужчина, там, и так далее. Ребята, если есть секс, будет всё. Хороший секс, я вас подчёркиваю, хороший секс. По поводу Германии, ребята, поняли ссылочку. Кому это надо, конечно, там, пиши, точнее, подписывайтесь на закрытую группу Телеграм, и потом уже обращайтесь, ребят. Вот так случайным прохожим не даю, ребята, потому что, ну, уже объяснил, почему. Также, ребята, добавляйтесь в контакте ко мне в друзья, подписывайтесь на Телеграм-канал. Всего вам прекрасного здоровья, хорошего настроения и отличного времени суток.